ПТСАУ Итак, что мы имеем в игре? С броней у нас вообще все плохо 20 мм броня крыши Все остальное 45 мм Борта, ВЛД, рубка, НЛД Все 45 мм Вот это вот только полосочка 90 мм Экран двойной в рубке То есть как бы Рубка является экраном 60 с лишним миллиметров 63 по-моему И плюс 45 сама броня То есть 100 мм мы там имеем Она такая округлая, достаточно рикошетная Ну бывает, что кто-то в нее не пробьет Но хотя на самом деле Даже в маску многие пробивают Поэтому не стоит рассчитывать на то Что ее кто-то не пробьет Вот эти вот глазки, кстати, на люке мехвода По 20 мм и сам люк 40 То есть как бы уязвимой зоной является Он достаточно большой В него не попасть Ну очень сложно Если уж совсем вы на каком-то таком Дремучем танке И хотите пробить эту ПТ То цель здесь вот сюда Это самое-самое уязвимое место С пушкой у нас вообще все хорошо Все здорово, все замечательно Две пушки есть на выбор Есть фугаска Ну фугасками я не люблю пользоваться У нее 140 пробития голдой И 370 урона Как бы можно было бы использовать Но она безумно косая 0.55 Сведение, правда, хорошее Но я предпочитаю не использовать Такое орудие Стандартное орудие 7 уровня у нас Д5С 144 пробития 180 альфа 10 выстрелов в минуту То есть 6 секунд перезарядка Ну с досылателем Там будет порядка 5,5 Там может быть чуть-чуть меньше Если боевое братство вкачать По углам наводки На 6 градусов вниз опускается Это немного, но в принципе куда не шло 25 вверх достаточно хорошо По 15 градусов Влево и вправо тоже Вполне съедобно То есть играбельно Достаточно хорошо С углами такими в принципе Можно хорошо играть Хорошо нагибать Все было бы ничего Все было бы здорово Если бы эта ПТ Не была такая слепая Обзор в 280 метров Говорит нам о том Что эта ПТ-САУ без очков Ничего не видит Соответственно Из модулей Стереотруба Ну просто обязательно Про какие просветленки Речи быть не может Про светленка Нас до 300 метров доведет Обзор чуть-чуть больше А это ни о чем 300 метров Поэтому стереотруба И перки экипажу Которые на увеличение Дальности обзора Это в первую очередь Далее маскировочная сеть Мы все-таки Профиль низкий достаточно И спрятать ее достаточно легко Маскировочная сеть Была бы неплоха Но я предпочел поставить Вентилятор с досылателем Но это кому как больше Нравится Как больше подходит Динамика и максималка У нее достаточно хороши То есть машинка подвижная Все было бы здорово Вот если бы она не была Такая безумно слепая По цене снарядов Тоже все хорошо 175 копеек Стоит бронебойный 139 фугасный Но дороговато стоит голда 3200 Кстати про фугасы Обратите внимание У нас повреждение фугасом Аж 300 То есть фугасов Несколько штук Стоит с собой возить Против каких-нибудь Ватных, мятных целей Которые можно Одним выстрелом Отправить в ангар Там например С-35 Французская ПТшка Мардер 38Т Он практически не бронирован Ему можно сразу На 300 влепить его в ангар Выставить одним выстрелом Что само по себе Очень неплохо По критуемым модулям Боеукладка у нас находится Вот в этом месте И на полу еще Под заряжающим В принципе В принципе Боеукладку я не помню Выносили мне или нет Но по-моему нет Потому что как бы Боеукладка у нас Достаточно маленькая А туда попасть Ну выцелить нереально Единственное что Вот можно Вот здесь вот В борт засадить Сзади Там двигатель Баки там все Все подряд Поэтому поджечь ее Можно в корму Без проблем Еще бак находится Вот в этом месте Вот здесь Небольшая полосочка Это бак Поэтому Ну надо Об этом знать Что в это место Эту ПТшку Можно поджечь По экипажу Маскировка Обязательно Обязательно Всякие там Радиоперехваты Орлиные глаза И лампочки То есть Чтоб нас не обнаружили А остальное Уже собственно По желанию Итак Сейчас перейдем В бой Где мы вдвоем Со взводным Играем И бой Выдался Достаточно Интересным Ну давайте Уже Формат Сегодняшнего Видео Немного Необычен Напишите Мне в комментариях Понравится Он вам Или нет Я как бы Взял Два Реплея И склеил Кусками То с одной Точке Зрения То с другой То есть То где-то Я показываю То где-то Мой Взводный Взводный Обратите Внимание Отличается От меня С тем Что у него Сетка Есть И он Не покрашен А я покрашен Такой Интересный Камуфляж Поэтому Как бы Этим Можно Нас Отличить Итак Что касательно Самой ПТ В действии Мне Сама по себе Она не нравится Потому что Я в принципе Начинал с нее Она мне успела Поднадоесть Я слишком Много боев На ней провел И я могу Сказать Что Статистику Я на ней Тогда здорово Уронил Ну я не умел Играть собственно Чего уж там Говорить Чего хотеть От нуба Ну со временем Я научился И как бы Довел Вот статистику До 51% Слава богу Хоть не так стыдно Как было поначалу И Сам Геймплей На этой ПТ Мне Совершенно Не нравится Почему Потому что Ну приходится Стоять где-то В кустах Скажем Эта карта Еще подходит Как-то более-менее Потому что Она маленькая Городская Здесь много Препятствий Какой-то рельеф Какие-то дома Если выбрать Какую-то открытую Карту Например Степи То Совершенно Не тащит Она там Потому что Ну просто Не тащит Видят все тебя Издалека А ты не видишь Никого Хорошо Хоть маскировка У нее неплохая И то радует Не было бы этого Было бы вообще Жесть Вот И так Что касательно Самого Боя Мы здесь На карте Руинберг Мы в топе Занимаем Нулевую линию Неплохо Было бы своим Конечно В городе Помочь Ну что там Можно сделать Без брони Ну наши Там успешно Сливаются Но зато Мы удержали Эту нулевую Линию Зеленки На нас Ехать Никто не хочет Ну вот Кто-то Мелкими Перебежками Пробираются Мы их тут Потихонечку Разбираем И уже как бы Четыре фрага На счету Нашего взвода В принципе Неплохо Ну и Кустостояние Здесь Начинается Я Этот кусочек Вырезал Там смысла Нет его смотреть Наши все Успешно В городе Слились И мы Как по команде Хотя совершенно Не договаривались Едем на Сбитие захвата Ну или на Дев базы Как вам больше нравится Взводная игра Чем хорошо Всегда знаю Что тебе Кто-то прикроет Спину Тем более Когда есть Связь Это вообще Здорово Это очень Очень Интересно Ну вот И обратите Внимание Каким образом Действую я Мне в открытую Ломиться на врага Ну смысла Нет Тем более Превосходящего И броней И запасом Прочности Да и Обзором Самым главным Собственно говоря Превосходящим Станавливаю Здесь Вот Такой Читерский Кустики С двойной Через который Можно просветить И если Вот не по этой Линии По соседней Поедут Противники То им там можно Неплохо Надавать Вот БДР Кстати тоже Еще более слепой Чем я Походу Потому что Он меня даже Не подсветил Случайно Ставлю На гуслю И добираю Минус один Тяж Уже Хорошо Мой Совзводный Стоит у меня Сзади Прикрывает Борт И спину Что Тоже Очень хорошо Когда есть Кому прикрыть Здесь Светлячок И ПТшка Но ПТшку Разбирают Я не вижу Откуда ее Разбирают Высовываться Мне тоже Не резон Жду Пока они Начнут давить Они видят Преимущество Что нас здесь Можно раздавить На 103 осталось А не Луло Раш Вперед Ну и Нам здесь Удается Успешно Отбиться Вот Светлячок Подсвечивает Пазика Дает ему Шот И вот К сожалению Не могу Его спасти Потому что Не пробиваю С первого Раза Паза И Пазика Успешно Добирают Тут я Почему-то Засветился Я Совершенно Не обратил Внимания Что слева На меня Ехал Подарочек Благо Совзводный Тут стоял И не допустил Того Чтобы меня Здесь Уничтожили Я тем временем Отъезжаю Получаю Шот От КВ1 Даю ему В ответ И понимаю Что я уже Из-за света Ухожу Сейчас Каким-то Образом Он меня Не пробивает Не пробивает Меня Мардер 38Т Я вообще Не понимаю Куда они Попадают То ли В маску То ли Спускаюсь Чуть-чуть Вперед Потому что Здесь Рельеф Ниже И если Они будут Стрелять В ту точку Где я был То они Будут Стрелять Надо Мною Вот сейчас Обратите Внимание Вижу Мардера Заряжаю Фугас У него 200 с лишним Очков Прочности Я его могу ББшкой Не уничтожить В ангар И будь здоров Обратно Заряжаю ББшку Потому что Ну фугасом По КВ Стрелять Бесполезняк Ну и вот Опять начинается Стоялова Стоялова Почему Я бы мог Выехать Там на КВ Где-то Его там Поджать Но во-первых У него ХП побольше Во-вторых Не факт Что я его Пробью Ну и третье Самое главное Что он может Меня увидеть Раньше Чем я А это Будет Печально Была У меня Просветленка Было бы одно Дело Но ставить Просветленку Для городских Карт Это одно А ставить Ее для Открытых Карт Ну ты же не знаешь В какой попадешь Бой Открытый На открытой Карте Или на городской Фиг его знаю Поэтому Угадывать Тут не нужно Лучше поставил Рога И все И стой себе В своих кустах Тут примерно Такой геймплей Достаточно Скучный Достаточно Безобразный По моему мнению Для танков Это не самое Интересное Что могло бы быть Вот там Взять там Ту же 49 Или Хеллкета Там Можно пошустрее Где-то проскочить Где-то Подъехать Где-то Объехать Где-то Сменить позицию И Скорость Позволяет Здесь кстати Тоже скорость Позволяет Но вот Зрения Увы Нету И поэтому Я считаю Что эта ПТшка Проходная Хотя Многие На ней Неплохо Играют Дамажат И Оставляют В ангаре Говорят Ты что Такая штука Ты вообще Нифига Не понимаешь Он заряжает Подкалибер Вижу Что тут Крайшек Только Квшки Торчит Мне Нужно Пугануть Чтоб Он Оттуда Вылез Укрытие Я Поджег Последним Выстрелом И он Почти Догорел Осталось Мало Чего Тут Со Взводной Мой Фуловый Замечает Что Кв Ничего Не Осталось Рожки До Ножки И Рванул Вперед Ну а Я Увидев То Что Его Активность Тоже Решил Потихонечку За ним Подтягиваться Обойти Кв С другой Стороны Чтобы Зажать И все Таки Добрать Его Минус Ствол А это Уже Совсем Другое Дело Вдвоем Против Одного Будет Гораздо Легче Заряжаю На всякий Пожарный Подкалибер Мало Ли Какой Рикошет Тем более Конец Боя Мы Тащим Со Взводной Тоже Ставит Подкалиберный Снаряд Ну Человек Опытный Что Сказать Вот Здесь Заезжаю В корму Противнику Давай 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 Но Кв Не Выдержал Ему Нужен Был Еще Один Фраг Для Воина Он Видимо Нервничал И решил Что он Сейчас Выйдет И тут Заберет Су 85 Ну Где Там Было То С Таким То Количеством Здоровья Забрать На основу Не так То И Просто Вот Тем Временем У нас Счет Уже На Счету 9 Фрагов У Собзводного 5 У меня 4 Ему Нужен Воин Я Останавливаюсь Думаю Как мне Поехать Может быть Другим Путем Остался Один Штук Но Судя Потому Что он Не Светился За Весь Бой Он Афкает Где На Базе У Себя Вот Ну И Собственно Мой Совзводный Его Находит И Разбирает Берет Воина А у Нас На Обоих Медаль Братья По Оружию Которых У меня Уже Целая Куча Я Как Хотите Хотите Оставляйте В ангаре Хотите Нет Я Считаю Ее Скучной Каждому Свою Тут Я Никому Ничего Не Могу Советовать Ну Вот Окончился Бой Наконец Как Видите По 1600 С лишним Урона Мы Набили Ну И На Этом Пожалуй Все Закончим Подписывайтесь На Канал Ставьте Лайки Всегда Всех Буду Рад Видеть И Слышать Пишите В комментариях Как Вам Понравился Формат Видео Или Это Полная Ерунда Пока Пока